Я самый обыкновенный парень, 28 лет от роду. Два года тому назад сидел я дома и как обычно зависал в интернете. Смотрю, приходит мне сообщение в аккаунте на Мамбе. Был у меня аккаунт с фейк именем и без фотки. Завёл, чтоб изредка проституток выцеплять. А вообще парни, зарегистрированные на Мамбе знают, как ничтожны шансы, что тебе напишет первый приличная девушка. Ну, если ты, конечно, не Джонни Депп с пятикомнатной квартирой на Тверской. Чтобы проверить, заведите женский фейк-аккаунт с красивой девушкой на аватарке и удивитесь количеству пишущих вам извращенцев. А тут на тебе. Присылает мне сообщение девушка лет двадцати пяти. Не красавица, а так крепкий среднячок. Судя по единственной фотке. Причём фотка просто портрет на белом фоне. Типа как на паспорт. Привет-привет. Слово за слово. Договорились встретиться вечером. В условный час подъезжаю к условному месту. Встречаю её. Уже ждёт. Не сказать, что прям красивая, но симпатичная брюнетка с идеальной гладкой белой кожей. Прям как фарфор. Зашли в кафе. Она заказала красное вино. Я кофе. Так как за рулём. Общались. Но Петросянило в основном я. А она в основном улыбалась и отвечала односложно. К слову сказать, пришла она на свидание порожняком. Ни сумочки, ни кошелька, ни даже мобильного телефона. На это я обратил внимание, когда пришло время платить. Я, начитавший сайтов по пикапу, хотел предъявить ей половину счёта. Но она улыбнулась так. Не то чтобы виновата, а остранённо. Глядя куда-то мимо меня. У меня денег нет. Под конец наших посиделок я расхрабрился. Стал под столом её за руки брать. Потом на коленку руку положил. Не увидев сопротивления, придвинулся чуть выше. В ответ та же загадочная улыбка куда-то в сторону. Но, думаю, надо вести бабу. А жил я на тот момент временно с родителями. Поэтому дома к себе не вариант. Спрашиваю. Есть у тебя дома кто? Улыбается. У меня дома все. Ок. Сели в машину. Поехали за город. А в лесополосе я хотел её от того этого. А благо темно уже на улице. Слежу искоса за её реакцией. Только смотрит вперёд на дорогу. И улыбается. А выехали из города. Проезжая мимо кладбища. А у нас это самое крупное кладбище Мохосранска. Там можно по аллеям на машине проехать даже. Она показывает. Давай туда. Смотрит на меня и улыбается. Кстати, а в свете приборки она мне тогда показалась жутко какой красивой. Блестящие глаза. Белые зубы. Вьющиеся чёрные волосы. Ну, думаю, тёлка экстрима захотела. Может быть она год. Или ещё кто. Ок. Тоже экспириенс своего рода. Сворачиваю кладбищу. Проезжаем вглубь. Глушу мотор. Смотрю на неё. Она смотрит перед собой и улыбается. Опускаю её сиденье. Переложу. Ложу сверху. Начинаю трогать бёдра. Грудь. Целовать шею. Реакции никакой. Только приобняла еле-еле за шею. Как будто просто так положено. Ради формальности. А на секунду поворачиваю голову и смотрю в окно. И тут меня пронизывает животный ужас. А в свете луны с эмалированной таблички на надгробии на меня смотрит она. Могила заброшенная. Неухоженная. А даты на памятнике. 1963-1989. Стараюсь не паниковать. Перевожу взгляд на неё. Она смотрит на меня серьёзно. Прямо мне в глаза. Уже потом я поймал себя на мысли, что не чувствовал на лице её дыхание. Хотя мы были, что называется, нос к носу. Переложу обратно на своё сиденье. Завожу мотор. Краем глаза замечаю. Смотрит на меня неотрывно и внимательно. Без улыбки. Повернув голову. Бормочу что-то вроде «Ну раз ты не хочешь», выезжаю из кладбища. По спине холодный пот. Пальцы дрожат как оттока. А она всё смотрит, не отводя глаз. Отвожу её на место, где мы встретились. Говорю «Пока». Она молча выходит из машины. Приехав домой, я выпил коньяка. И успокоившись, начал убеждать себя, что это просто жутковатое совпадение. А девушка просто немного странная. И всё бы ничего. Если бы в течение следующей недели мне не снился один и тот же сон. В моей комнате стоит пустой гроб на табуретках. А в изголовье гроба стоит она и внимательно, серьёзно смотрит. На ней свадебное платье, но без фаты. Дневной свет из окна заливает комнату. Но за её спиной, в коридоре, чёрный мрак. Виднеется только очертание красной крышки гроба, прислонённой к входной двери. А в комнате царит звенящая тишина. Посоветовавшись со священником, хотя до этого в церковь принципиально не ходил, купил букет из восьми роз и положил на ту могилу. Больше эта девушка мне не снилась. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова